Уважаемые господа, любители моих роликов и читатели моих книг! Ко мне приходят различные вопросы, как непосредственно ко мне, так и на издательство «Веди». Вот на них я сейчас попытаюсь ответить. Один из самых часто повторяющихся вопросов – это вопрос о том, как натренировать мозг. Некоторые слушатели даже предъявляют ко мне претензии, говорят, что я все время говорю о том, что все способности врожденные достаются от родителей, а с другой стороны говорю, что можно чему-то натренироваться и чему-то заставить свой мозг научиться. Объясняю. Да, действительно, кроме памяти, столь важной для обучения, мозг можно натренировать, чтобы повысить его функции в конкретной области. Как? Конечно, мы не можем его заставить работать необычайно сильно. Но в определенной области, если вы будете все время тренироваться, например, заниматься живописью, хотя и для вас непривычно, или еще чем-то музыкой, то постепенно, все время обращаясь к этой области мозга, вы достигаете очень важного эффекта. Там увеличивается локальное кровообращение. Читайте мои книжки, я подробно рассказываю, как это происходит. И это локальное кровообращение увеличивает метаболизм мозга, который приводит к чему? К развитию синапсов, синаптогенеза, то есть связи между нейронами. И вот за счет этих связей функции этих областей будут все время повышаться. Именно так рождаются специалисты и профессионалы в самых разных областях. Чем больше вы занимаетесь определенным делом, тем большим профессионалом вы становитесь. Потому что за счет синаптогенеза нарастает функция конкретной востребованной области. И так в любой части. Можно и моторные, можно и зрительные, и слуховые, и даже обонятельные. Хотя обонятельные клетки с возрастом погибают. То есть вот ответ на вопрос. Никаких противоречий нет. В рамках имеющегося числа нейронов новых не появится. Вы можете наращивать благодаря тренировкам объем синапсов. То есть синаптогенез продолжается всю жизнь. И поэтому следующий вопрос от человека под ником «Е-мое» как раз вполне объективен. А почему надо читать книги? Да по простой причине. Вы попробуете поймать, пригласить, купить или заказать создателя книги. Я боюсь, что может не выдержать бюджет. Потому что обычно эти люди достаточно заняты и востребованы. Это удел немногих очень состоятельных личностей. Но у вас есть альтернатива, то есть бюджетная какая. А это книги, где разные мыслители свои мысли аккумулируют в краткой, ясной форме. И доносят до вас за очень небольшие деньги. Потому что по сравнению с самим носителем этих знаний, книги ничего не стоят вообще. Поэтому читайте книги. Это единственный способ разнообразить свое мышление, снабдить мозг от неожиданных сведений новыми связями и воспользоваться ими для своих целей. Так что читайте книги. Пока это самая эффективная вещь. Потому что даже в моих роликах я не могу излагать, пересказывать книги, в которых знания намного компактны и в большем объеме изложены. Советую этим все-таки заниматься. Есть и очень важные вопросы, связанные с пищеварением. Ну, с вареньем, например, которые крыжовниковые тоже очень хорошо. Получается домашнее. Я люблю крыжовник. А кроме этого спрашивают про водку. Ну, про водку все очень просто, особенно клюкве. Но я беру клюкву, размалываю ее, заливаю желательно самогонкой, желательно ржаной. Настаивать надо несколько месяцев. Потом взять, перегнать еще раз. Получится бледненькая водочка около 60-65 градусов. Вот ее надо уже разбавить чистым клюквенным соком профильтрованным. Все, продукт готов. Никакого сахара я туда не добавляю. Сразу говорю, примерно на 1 литр чайная ложка меда. И то это перед разбавлением окончательным. И до фильтрации финальной. Так что вот, пробуйте. И это мед нужен для того, чтобы мягкость появилась. В промышленную водку добавляют сахар и глицерин. Я так этим не балуюсь. Есть еще всякие интересные вопросы. Например, как я хожу за хлебом. Не хожу, я его пеку сам в хлебопечке. Смесь ржаного и пшеничного. Поскольку я точно знаю, что будет вопрос, сразу говорю, что я использую 600 грамм муки, 400 белой, 100 ржаной, 2 яйца, 2 чайных ложки дрожжей, 2 столовых ложки сахара, 2 чайных ложки соли. Ну и, соответственно, там чайную столовую ложку масла и вода с молоком. 1 к 4 400 грамм. Вот такая смеска. Подготавливается опара. Когда опара всходит, я, значит, все замешиваю и ставлю в хлебопечку. Все. Никаких проблем нет. Про еду также спрашивают меня, что же я травлюсь с помощью медного самовара и чайника. Ну, это, во-первых, не медная латунная, а во-вторых, я не травлюсь, поскольку они внутри облужены. Никаких проблем не возникает. Медь и латунь изнутри облуживают пищевым оловом. А так-то, конечно, медь очень вредна, потому что она вместе с алюминием имеет дурную привычку откладываться в мозге, в гиппокомпальных структурах и вокруг него. И у мальчиков в яичках, что очень нехорошо, потому что развивается постепенно неспособность отплодотворять девочек. А сами они на разрезе становятся, эти самые яички, такие приятного зелененького цвета. Такие яички из изумрудного города. Вот не советую приупотреблять, потому что медь в основном идет с пищевыми добавками, медь содержащими. Очень хорошо усваиваются и приводят к катастрофическим последствиям. К ранней смерти, кстати говоря. Еще меня удивил вопрос про шведского ученого. Магнус Содерлунд из Стокгольмской школы экономики выступил на шведском телевидении, что потом перепечатала «Инью Америка», «Нефрия Тыдер» и «Наш Рио» и «Комсомольская правда». Потому что, не знаю, где только не было. Что там искать-то? Ну, потыкайте в любимую игрушку. Он объявил о том, что он уже готов, что человечество спасет свое будущее, если перейдет к каннибализму. И что он сам уже готов стать людоедом. Ну, и чего? Никаких проблем не вижу. Так почему? Для Магнуса будет плохим вариантом наши, так сказать, братья. Те самые, которые похитили тысячи ежедневных рационов человека и оказались на той игрушечке, которую я показывал в прошлый раз. Прекрасный материал и корна, осетровый откорм, безвредных веществ. Я думаю, что там Магнус бы остался доволен. Не вижу никаких проблем. Ну, и последнее, что хотел сказать. Некоторых волнует обучение школьников дистанционное. Я четверть века преподавал в высшей школе. И поэтому могу сказать, что так-то, с большим старанием, расстилаясь перед студентами, а не школьниками, очень трудно донести какую-то информацию. При самом плотном контакте, и визуальном, и речевым, и эмоциональном, плохо воспринимают дети. Особенно новый, обширный и незнакомый материал. Родители не обладают соответствующей педагогической подготовки, где входит и возрастная психология, и педагогика возрастная, и методы преподавания. Они далеки от этого. Нечего с них требовать. Поэтому, конечно, с моей точки зрения, дистанционное обучение, кого угодно, является тем же самым, что и дистанционная медицина. То есть, ценность этого близка к нулю. Поэтому, я надеюсь, это скоро закончится, и мы перейдем к нормальным условиям обучения детей и студентов. Ну что ж, я могу попрощаться с вами. До следующих встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»